приветствую вас уважаемые зрители канала политсигнал слушатели а также случайно сюда заглянувшие в то время как многочисленное количество нашего населения носится по магазинам в поисках там оставшиеся гречки макарошек закупаясь все тоннами десятками тонн а также закупаю километры туалетной бумаги мы с вами решили посмотреть что такого было интересно или похожего в истории ссср в истории нашей родины под названием ссср и оказывается нечто похожее происходило аж в 1960 году история как победил ссср оспу за черную оспу за всего лишь месяц и так что произошло в 1960 году читаем как побеждали эпидемии при ссср и так вся ситуация описывается ранним утром в самом конце декабря 1959 года в аэропорту внуково сел самолет с известным художником алексеем какорекиным художник прилетел из индии на день раньше запланировано прошел пограничный таможенный контроль и поехал домой к любовнице он немного покашливал ну кого удивишь кашлям декабрьской москве одарив подарками из теплых экзотических стран свою пассию на следующий день он наконец-то добрался до семьи обнял родных отпраздновал приезд и также раздал подарки кашель усилился температура поднималась и он наконец-то отправился к врачам госпитализировали его почти сразу хуже ему становилось буквально на глазах а к вечеру он умер производивший вскрытие патологоанатом пригласил секционный зал заведующего кафедры академика краевского по счастливой случайности к николай александровичу приехал в гости старичок патологоанатом из ленинграда и и тоже пригласили к секционному столу и оказывается что даже академик не смог определить что же произошло в организме известного художника а старичок посмотрел на труп и сказал да это батенька вареола вера черная оспа к тому времени о существовании страшнейшей болезни выкашивающей в средние века города и страны у нас стране почти подзабыли даже врачи даже академики я хотел бы добавить ссср заболевание побороли путем всеобщей вакцинации еще в 1936 году врачи даже не думали что она может вернуться и перестали брать его в расчет но только не в индии где побывал известный советский художник дважды лауреат сталинской премии алексей какорекин именно там в одной из индийских провинций на церемонии сожжение скончавшегося от оспы брахмана художник и подхватил страшную инфекцию вся серьезность событий со стало понятно уже на вторые сутки вирус был диагностирован у сотрудницы больничной регистратуры принимавший художника осматривающего врача и даже подростка который находился в той же больнице этажом ниже но находился прямо у вентиляционное отверстие из палаты какорекина больничный истопник подхватил оспу просто проходя мимо двери палаты через две недели в уже наступившем 1960 году у некоторых пациентов боткинской больницы появились такие же симптомы как у какорекина лихорадка кашель и сыпь материал взятый из кожи одного из больных отправили в нее вакцин и сывороток 15 января 1960 года академик морозов вывел в материале частицы вируса натуральные оспыли новость оперативно сообщили высшему руководству страны стало понятно что москва и весь советский союз находится в шаге от эпидемии болезни которую не лечат в то время уже не лечили то что ее не просто не было ко второй половине дня на совещанию хрущева был принят комплекс срочнейших мер чтобы не допустить эпидемии оспы перед личным составом столичной милиции кгб поставили задачу в кратчайшие сроки вы ведь всех с кем контактировал художник начиная с момента его посадки на самолет в индию в группу риска попали пассажиры самолета его экипаж таможенники коллеги друзья родственники следствие даже установила что перед тем как вернуться домой как орекин сутки провел с любовницей масштаб работы был огромен выяснили что в течение нескольких недель больной контактировал с несколькими тысячами людей выявить всех было просто практически нереально но тем не менее кгб ссср мвд министерство здравоохранения устанавливали и изолировали абсолютно всех кто хоть как-то пересекался с инфицированным одна из проведших с больным вечер была преподавателем в институте где принимала экзамены у многочисленных студентов из вузов карантин отправили сразу сотни человек подарки привезенные из индии для жены и любовницы через комиссионки на шаболовке и ленинском расползлись по городу но уже через сутки все посетители магазинов были установлены помещены в карантин а сами предметы из индийской ткани сожжены центральная боткинская больница тут же оказывается вас одном положении тысячи больных и обслуживающих персонала не могут покинуть ее стены из мобилизационных хранилищ госрезерва в сторону москвы выезжают грузовики со всем необходимым над европой успели развернуть самолет которым из москвы в париж отправился один из пассажиров как орекинского рейса москва только-только справившая новый год была фактически полностью закрыта по законам военного времени в нее нельзя было не въехать не выехать из нее отменены все авиарейсы прирона все железнодорожные сообщения перекрыты все автомобильные дороги круглыми сутками медицинские бригады ездили по адресам госпитализируя все новых и новых вероятных носителей фен инфекции инфекционных больницах становилось ставились все новые и новые койки для карантинников и через неделю под присмотром врачей уже находилась около 10 тысяч человек ниточка которым начиналось всего лишь навсего с одного пассажира авиарейса деле москва одновременно была развернута вторая фаза операция борьбы с возможной эпидемией срочнейшая вакцинация населения течение трех дней московскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию было доставлено самолетами 10 миллионов доз противооспенной вакцины из томского и ташкентского институтов вакцин и сывороток и краснодарской краевой санитарно-эпидемиологической станции а медицинские работники абсолютно всех предприятий и учреждений города кололи его москвичам и гостям столицы в итоге что получилось всего во время данной вспышки в москве от кокорекина заразилась 19 человек 7 родственников 9 человек персонала и 3 пациента больницы которую он был госпитализирован с нераспознанной оспой от них заразилась еще 23 человека и от последних еще трое то из 46 заразившихся скончались и вот в 1060 году все семь миллионов жителей москвы были вакцинированы привили в том числе и умирающих каждую неделю укол делали полутора миллионам человек а проводили вакцинацию 10 тысяч прививочных бригад которые помимо врачей и фельдшеров входили студенты медицинских вузов через месяц вспышку оспы удалось погасить вот такая история была в нашей жизни в далеком 360 году как ссср справилась всего всего лишь за месяц за месяц это очень быстро вот что известно об алексей кокорекине на одном из сайтов бромин в огне алексей кокорекину родившемуся в турецком городе сары камыш не было чуждо восточная культура конце 1959 года 53-летний заслуженный деятель искусств побывал в индии это заграничная поездка стала последней в его жизни в одной из индийских провинций жадному до впечатления кокорекину довелось зарисовать с натуры церемонию сожжения скончавшегося от оспы брахмана художник даже протягивал руку через погребальный костер и прикасался к вещам умершего поскольку инкубационный период развития вируса оспы в человеческом организме длится около 14 дней до самого возвращения в россию кокорекин не догадывался что заражен из дели художник прилетел на день раньше чем было запланировано и отправился не домой где его ждала жена а к любовнице вручив женщине индийские подарки кокорекин провел с ней ночь а на другой день поехал к супруге отдав подарки жене он почувствовал себя плохо повысилась температура жена вызвала скорую помощь и его увезли в инфекционное отделение больницы имени боткина к утру больной затяжелел и умер писал в воспоминаниях хирург юрий шапиро как впоследствии выяснилось именно активность кокорекина в интимной жизни стала косвенной причиной заболевания чтобы сохранить высокую потенцию художник не прошел обязательную перед зарубежной поездкой вакцинацию предпочтя купить фальшивую справку первоначально болезнь сочли гриппом но когда кожа больного покрылась черной коркой стало ясно что русские врачи столкнулись чем-то другим не вполне для них привычным правильный диагноз кокорекину был поставлен уже посмертно после изучения биологических материалов академиком михаилом морозовым который разглядел под микроскопом так называемые тельца пашина частицы вируса оспы карантин особая опасность ситуации заключалась в том что оспа распространялась воздушно капельным путем инфекционные отделения ботхинской больницы закрыли на карантин а родственникам и знакомым к кокорекину занялось кгб всего в москве тогда заболела 46 человек одним из заразившихся например был юноша лежавший этажом ниже к кокорекина ему вирус передался по вентиляционной трубе больничный источник подхватил оспу просто проходя мимо палаты всех кто хоть мельком контактировал кокорекином разыскивали и госпитализировали не повезло например многим посетителям комиссионных магазинов куда жена и любовница художника сдали подаренные им ткани привезенные из индии вещи несли на себе страшную заразу поэтому их их изъяли и уничтожили как пишет профессор виктор зуев вакцинирование против оспы было в москве повальным хотя никакой официальной информации о ситуации власти в сми не давали новая беда поджидала вакцинированных людей загрязненная сыворотка для вакцины спешки массового изготовления не успели сделать чистую сыворотку в результате было много осложнений от самой вакцинации никто не не знал что это дефект сыворотки и потому впадали в панику от каждого осложнения может это оспа вспоминал врач владимир галеховский с помощью жестких мер вспышку оспы удалось обуздать умерло всего три человека хотя впоследствии последствия могли быть гораздо хуже несколько москвичей также заболели варе алоидом так называемой из оспой привитых похожий по симптомам на обычную ветрянку победа над болезнью после 1960 года случаев заболевания натуральной оспой в россии больше не повторялось под влиянием идей советского вирусолога виктора жданова в развивающихся странах в 1967 году началась кампания по массовой вакцинации населения советский союз выделил для прививок полтора миллиарда доз вакцины последний раз страшный диагноз врачи поставили в 1977 году жителям сомали в ссср прививки против черной оспы населению окончательно перестали делать в 1982 году вот так ссср помог всему миру бороться и победить черную оспу страшнейшую заразу старсть ролик подготовлен по материалам нескольких интернет сайтов